на ремонте вот такой телефон motorola droid max x2 по сути дела телефон с очень емкой батареей но батарея уже настолько слабая что при 40 процентах зарядки если включается камера то вырубается выключается телефон была куплена новая батарея ее модель motorola fl 40 по емкости на ней написано что это 3425 миллиампер часу ну и собственно сейчас будем ее менять менять ее просто необходимо выключить телефон снять вот эту заднюю крышку поддевайте чем-то и обычно это ногтем делаю или каким-то пластиковым инструментом поддевать ну и что еще нужно сделать нужно вот эту вот крышечку снять по сути дела это уже выключился теперь продолжаем снимать необходимо по периметру открутить все винтики кстати батарея написано родная 3630 миллиампер часов ту которую купили написано 3475 немножко меньше пользуемся звездочкой написано размер звездочки в т4 откручиваем все винтики по периметру откладываем так чтоб не потерялись и вперед значит на что хотел обратить ваше внимание во первых простите ошибся не в т4 в эти три отверточка есть разная длина чтобы не перепутали потом как начнете закручивать вот это начиная с вот этих нижние 1 2 3 4 5 6 более длинные винтики а вот все остальные вверху это более короткие это для того чтобы если вдруг не запомнили ну и потом когда все откручиваете она там принципе немножко прилеплено ну хорошо отлепляется и снимается все не совсем все когда вы сняли эту крышку обратите внимание что тут есть еще такая наклейка которую нужно отклеить и снять вы можете ее сразу снять а можете снять вместе с батареей отклеить уже как-то снимете батарею в принципе разницы нет снимается она просто но необходимо отковырять самому саму приклеенную батарею она тоже приклеена на двухсторонний скотч отклеивается и он и вот эта рамка и просто отковыриваете разъем 1 и также разъем 2 посмотрим как он вставляется сейчас посмотрим смотрите этот разъем батареи он не выдвигается а просто ногтем или там чем-то поддеваете и отстегиваете точно так же как этот разъем просто вверх точно также только он более крепче держится и сильнее отщелкивается все теперь мы отсоединили батарею и необходимо шаг за шагом потихонечку ее приподнять от корпуса потому что она приклеена приклеена ну скажем так хорошо и расхаживаем по всей поверхности потихонечку пластиковым инструментом например вот какой-то такой инструмент или типа медиатора или какой-то пластиковой карточкой старайтесь чтобы это было не металлической чтобы не повредить какую-то поверхность или какую-то деталь на плате ну и потихонечку поддеваем со всех сторон и пытаемся оторвать от платы потому что она батарея тут все приклеено друг другу для того чтобы не шаталась потихонечку расшатываем значит процесс муторный и нужно осторожно это делать поддеваем потом берем следующем месте поддеваем и так по периметру потихонечку потихонечку шаг за шагом оторвалась в одном месте сюда уже можно медиатор подставить и потихонечку потихонечку все отскочила значит смотрите в нескольких местах она была приклеена тут приклеена хорошо что аж отдирается и по сути дела теперь нужно на эти же места поставить нашу батарею а потом мы еще поставим эту рамку но уже тогда поставим батарею нужно примерятся вставляем кстати вот она как раз немножко меньшего размера получается что родная немножко шире там емкость немножко больше и она получилась вот не родная не плотно вставляется все таки советую вам при покупке взять родную с емкостью 3,630 вот здесь написано 3630 миллиампер час а здесь 3425 и она по размеру немножко меньше и не так плотно устанавливается поэтому обратите на это внимание скорее всего вам продавец об этом не скажет устанавливаем на место устанавливаем на место устанавливаем на место просто защелкиваем главное попасть так же как и было в разъема там есть направляющие такие два щелчка с одной стороны и с другой все батарею я установил теперь нужно отсоединить эту наклейку наклейку будем отсоединять тоже шаг за шагом но уже не пластиковыми какими-то инструментами а лезвиями причем стараться это делать аккуратно что значит аккуратно то есть желательно его как бы срезать вместе с тем с термо клей двухсторонним скотчем который есть на самой наклейки чтобы можно было его потом на место и приклеить с этой стороны не получилось идем с этой стороны что я могу сделать сейчас попробую немного нагреть феном обыкновенным бытовым действительно непростая задача начинаю снимать часть липкой ленты двухстороннего скотча остается поэтому приходится постоянно подогревать феном и потихонечку подогрел чуть убрал причем хорошо отходит с помощью вот такого ножа лезвия потихонечку так как будто даже срезаю поддеваю срезаю по делу отцепилась ну собственно все это процедура теперь что я должен сделать чтобы полностью все совпало нужно сначала сначала защелкнуть разъем а потом уже приклеить чтобы она стала без натяга батарея хорошо стоит разъем вот этой рамки и так понимаю это передача данных лишняя передача данных зацепил разъем поставил теперь хорошо поставил вот это и приклеил наклейку чтоб нигде не было не в напрях не в натяг все я закончил теперь в обратной последовательности смотрю тут в конце не очень стоит хорошо я поставлю сюда двухсторонний скотч в начале прилепилась в конце под батареей не очень сейчас кусочек двухстороннего скотча под батарею чтобы она не отваливалась поставлю и опять так нужно выставить чтобы было не в натяг никакой разъем и приклеиваем неудобно это делать на камеру ну вот таким образом сейчас сниму и приклею все поставил я здесь еще одну полосочку двухстороннего скотча теперь батарея не будет терпаться потому что если не поставить и даже если она прижмет крышкой то все равно при ударе она может немного есть поэтому очень важно чтобы она все-таки приклеилась хорошо в данный момент все проверяем этот разъем этот разъем ну и все устанавливаем на место вот так смотрим чтобы все соединилось тут камера а да я швам когда я снимал я не вам одну один нюанс не показал держишь еще есть вот такой вкладыш с карточкой прежде чем снимать корпус нужно этот вкладыш вытащить будьте внимательны это очень важно обязательно этот вкладыш нужно снять забыл вам об этом упомянуть все теперь все на место закручиваем винтики на место помните верхушка более короткие внизу шесть штук более длинные и не забудьте еще вставить кнопочки сначала кнопочки вставляете а потом ставим уже крышку потихонечку закручиваем и так я включил еще не все винтики закрутил только наживил несколько включил работает ну и потихонечку дальше продолжаю шаг за шагом закручивать винтики собственно на этом буду наверное заканчивать сейчас он полностью загрузится все ли с ним порядке батарея возможно не полностью заряжена и возможно придется зарядить ну я вам кстати об этом сейчас скажу вот в таком состоянии батарея 25 процентов заряда она пришла какая должна быть я не знаю ну все работает как бы вопросов не возникает сейчас до конца собираю все винтики и отдаю клиенту но вам если вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки комментарии спрашивайте я это обучающий канал я всегда помогаю справляться какими-то трудностями и как видите своими силами это легко сделать напоминаю что нужно всего лишь звездочка вот три и все ну и заказать соответственно нужную батарею потому что хотя они и называются одинаково на то что пришла было тоже написано fl40 это вот родная тоже fl40 та которая пришла тоже но она на 200 миллиампер слабее мне прислали клиенту на этом все всего доброго подписывайтесь на канал буду рад с вами встретиться снова